Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить в Данпур. Мы находимся в потустороннем мире Silent Hill, в потустороннем монастыре. Я не совсем понимаю, что тут уже происходит, но тем не менее мы двигаемся вперед, гонимся за какой-то девочкой, которую совершенно не знаем, но Мерфи хочет ей помочь. С одной стороны, это понятно, конечно, детей нужно защищать, с другой, когда творится такая хрень, предварительно желательно разобраться, что вообще происходит. А так вслепую бросаться это немножко странно, тем больше, что эта девочка несколько раз пыталась его убить. Ну как убить? Она закрывала перед ним двери и оставляла его наедине с монстрами. То есть много всего непонятного творилось. Ну, в результате, короче говоря, мы оказались вот тут. У нас кинотеатр какой-то похожий, что ли? Потому что здесь, вон, у нас сцена, а там у нас фонари. Но это не кинотеатр, это просто театр похожий, сцена какая-то. Давайте пойдем сюда. Я не знаю. Ой, манекены ненавижу. И вроде как, покажется спокойно, что ли. Тихо. Что за пикап? А, стул. Не нужен мне ваш стул. Картина. Мы сейчас пойдем в нарисованный мир. Лучше. Мы пойдем в скрытую комнату. Который приятные чавкающие звуки просто везде. Такой невинный. Или такая невинная. So innocent. Глубоко внутри. Голубые свечи. Все, что... Ой. Ну вот. Началось в колхозе утро. Да давай, давай. Твою мать, еще кто-то? Да, блин. Значит, где-то еще есть один манекен. Целься в нее. Ага. И как я в нее попадать буду? Очень интересно. Ладно, придется с проекциями драться. Давай. Давай, дорогая. Так, тихо, 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 ребята. Секунду тайм-аут. Мне нужен стул. А мы тебе поможем стулом. Да, блин, какой-то стул не поворотный. Так, еще кто есть? Фух. Я так и знал. Поэтому я и ненавижу манекенов. Меня спрашивают, почему я ненавижу манекенов? Потому что я ненавижу манекенов. Это какой-то кошмар. В каждой игре, где есть манекены, они доставляют такие проблемы. Вспомним Кандемнад, вспомним Дом Кошмаров. Где еще у нас манекены, блин? Да кругом. Если я вижу манекенов, или если я вижу дурку, что в этой игре есть, и то, и то в этой игре присутствует, я уже понимаю, что меня ждут проблемы. Так, Мерфи, сколько у тебя аптечек? Одна. Давай, съедим. Больше у тебя нет аптечек. Отлично. Аптечек что-то мало стали давать. Здесь все забрызгано кровью. Но при этом она в ультрафиолете не светится. Это, на мой взгляд, странно. Какая-то кровь светится, какая-то не светится. Опять же, вот это вот, если бы они доработали, это было бы вообще просто, по-моему, прекрасно. Но недоработок в игре хватает. Да каких недоработок? Игра сырая. Она вот, как говорят там, финальная версия, это 1-0. Эта игра где-то 0,7. Вот так можно про нее сказать. Ей бы еще полгодика на полировку, но издатель торопил. Торопил к выходу... Ой, к выходу, говорю, к годовщине серии Silent Hill. Поэтому имеем то, что имеем. Так, обрезок трубы, я думаю, все-таки получше будет. Или что это у нас? Да, это обрезок трубы. Кстати говоря, издатель так торопил всех создателей сейчас разнообразных игр по вселенной Silent Hill. Допустим, Silent Hill HD Collection на консолях. С ней столько проблем. Это вообще какой-то кошмар. Дело в том, что на PlayStation 2 проблем с отрисовкой полупрозрачных текстур не было. Ой, как жутко. А на PlayStation 3 с этим определенные проблемы. Поэтому те места, которые в тумане были, в оригинальном Silent Hill 2 на PlayStation 2, на PlayStation 3 там просто вот эти детали, которые скрывались в тумане, допустим, заборчик какой-нибудь. На PlayStation 3 в ремейке он из-за того, что тумана не хватает, тупо обрывается, короче говоря. Там висит в воздухе начало веревки. Очень много вот таких проблем. И они даже не... Я не знаю, как это решат. То есть это натуральные косяки, когда HD ремейк выглядит хуже оригинала. Это, по-моему, печально. Так, контроль занавеса. Ну, ладно. Что это нам дает? Там какой-то кафель. Больные ублюдки. Один, 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 Мерфи, один. Я бы такое слышал про себя по радио. Я бы натурально открыл кирпичный завод. Насколько бы избитой эта шутка уже не звучала. Ну, я бы открыл. Так, по... Чего? Мне, я так понимаю, сейчас нужно спускаться. И там у нас будет братюня. А у меня всего одна аптечка. Ладно. Придется пострадать за идеалы. Блин, какая-то жуткая. Напоминает это... SCP-173. Из первого взгляда, который я недавно делал. Сделал первый взгляд на него потом в течение дня. Все сделали первый взгляд. Ай, мне опять пишешь, и я с кого-то что-то там копирую. То есть, посмотрят у людей, которые позже меня это дело выпустили. И мне еще потом предъявляют. Народ просто в личных сообщениях не сдерживается. Так, ну что? Я называл тебя Чак Норрисом, но скорее ты какой-то... Скорее ты Петрович какой-то. Ой, у тебя тесак. Тихо. Да, блин, Мерфи, Мерфи, что ты делаешь? Что, типа ножевой бой изучал, да? А трубный бой изучал, нет? Ой, не попал. Ой, бежим. Бежим. Так, подожди. Зачем ты берешь то, что тебя не просят брать? Он там застрял, похоже, заглючил. Не может оттуда выйти. Райтек. Это было просто... Что-то нехорошая музыка заиграла. Вы представьте, вот таки вот... В принципе, это не острый наконечник, конечно, но с размаху таким вот по зубам дать кому-нибудь. Вот именно этой выступающей части трубы это, по-моему, довольно неприятно. Будь ты хоть Петрович, хоть ты кто. Так, ну сюда, я так понимаю, мы вставляем... Вот это? Что там подо мной вообще такое? Я себя правильно понял? Спрайтовое пламя. Причем одинаковое на всех свечках. С какой стороны, не посмотри. Давненько я спрайтовое пламя не видел. Годика я так... Даже затрудняюсь сказать. Так, ну... Я не знаю. Обежали наверх, что ли? Поднимем этот... Эту люстру. Вообще, как-то последний гололом, который от серии 2-3 идут, они довольно просто с ними все. И что это нам дает? Тихо. Это что за знаки? Глаз, глаз, потом дьявольский знак, потом пламя, потом глаз. Или это не дьявольский знак? Но я его в Silent Hill видел, и еще в каких-то играх, таких тоже ужастиков. Ну, короче, глаз, глаз. Так, понятно. Куда это вводить? Видимо, там, где мы открыли... Блин, мягко не застревай. Где мы открыли занавес, наверное, туда куда-то. Надеюсь, здесь новых Петровичей не появится. Это не откроется? Нет. Так, куда вводить? Ага. Это же Мерфи. Ха! Только недавно такой видел, Макси, по-эне второго. Помните, там, Дом кошмаров, в котором Мона жила? А вот и Бугимен. Бабайка, то бишь. Так, может, с тобой что-то сделать можно? Так, ладно. Вообще, то, что у Мерфи ад ассоциируется, в первую очередь, с водой, с душевыми кабинками, это набивает на определенную мысль. Все мы знаем, что в американских тюрьмах делают душевых кабинках. А, вот, смотри. То есть, кинули мыло, пошел поднимать, и все. И все. Так, подожди, я понял. Сначала тот два раза звонит, потом вот этот, потом вот этот, и опять тот. Больше ничего нет, никаких аптечек. Потому что, в целом, это все довольно просто. Но, сдается мне, что сейчас какие-нибудь монстры полезут. Так. Раз. Два. Три. Четыре. И глаз еще. Три. Ну да. Это было просто. Ой, ну зачем вы это? Так, выбираемся. Это капец какой-то. Так, и что дальше? Мне двери эти открывать? Я надеюсь, из воды ничего не полезет. Это был баг, или это был баг? Скорее всего, это был баг, да? Все, успокоилось. Так. Я все время забываю, что вот так можно смотреть. Мне, кстати, сказали, когда я говорил, что вот прикольная, что фишка появилась. Назад удобно смотреть. Это, оказывается, было Silent Hill Shattered Memories с приставки Wii. Но она вышла также на PlayStation 2, но там был урезанный порт, куцей. Отлично. Мы все глубже и глубже в дерьме. Тут нигде птечек нет. Мне бы определенно не помешали. Сохранение, это прекрасно. Так вот, где мы находимся? Но вот сейчас вот, я не знаю, это прям дышит Silent Hill. Настолько вот ощущается именно как Silent Hill в этот момент. Не знаю, то ли из-за музыки, то ли из-за чего. Ну, во-первых, не очень страшно, просто как-то непонятно, тягомотно и при этом... Ну, то есть, круто при всей тягомотности. Вот такие ощущения у меня были от Silent Hill в первую очередь всегда. Я ее никогда не боялся особо. Эй, отошел от нее! Ну-ка, отошел! Ну, ладно. Ох, слава богу, мы выбрались, похоже, отсюда, да? Неужели нам дадут доступ... А, мы в морге, отлично. Нам дадут доступ в открытый мир. И мы сможем по сайдам пойти. Где я вообще? Зачем вы это со мной делаете? Спасибо, что пришли. Я знаю, тяжело потерять ребенка. Со всем уважением. Я не думаю, что вы это знаете. И как я вам уже говорил, здесь ошибка. Я уже годы назад похоронил своего сына. Я понимаю, мистер Пендлтон. Давай начнем. Каждый по-своему справляется с горем. Она сказала перед этим. Что-то великоват, по-моему, да? Для сынульки. Если ты подпишешь документы по телу своему сына, вы можете забрать его домой. Это не мой сын. Эта штука монстр, убийца. О чем вы говорите вообще? Ты не знаешь, дитя? Ты так забрался далеко, даже не понимая, кто ты такой? О чем ты говоришь вообще? Все ответы перед нами. Если бы мы только позволили себе их увидеть. Зачем вы это со мной делаете? Цитата из Библии. Про то, что мы спротивились Слову Божьему. Я понял, я облажался. Но другого выхода не было. Вы не знаете, как это было. Я знаю, что это моя вина, что он умер. Когда я закрываю глаза, я постоянно вижу лицо Чарли. Зачем вы это со мной делаете? Что вам нужно? То, что я сделал с Напиром, ничего не решило. Чарли все еще не было. А я застрял в тюрьме. Все вышло из-под контроля. Это была моя вина. Я просто хотел... Хочу свою жизнь назад. Месть — это долгая, мучительная дорога. Не правда ли, мистер Пендлтон? Где, как вы думаете, она закончится? Твой, если хочешь. Нужно принять его всего лишь. Видишь? Я знал, что в конце к этому все придет. Какой ты здоровый! Добро пожаловать домой, мистер Пендлтон. Славься, господи. Ёлы-павы, да это же натурально. Черный властелин. Офигеть! Напоминает этого амбала из Resident Evil 5. Блин, какой кошмар. Я вообще не понимаю, честно говоря, что происходит с Мерфи. Что это вообще такое? Но мы, похоже, выбрались обратно. В Silent Hill, да? Так, ну ладно. Так, где мы находимся? Мне нужно к кинотеатру. Короче, насколько я понял, Мерфи корит себя за то, что... Подожди. За то, что он сделал с этим мужичком. Потому что это не решила проблемы. Вместе она, как вы знаете, никакая проблема особо не решает ничьи. Только все усугубляет. Так, я не совсем понял, где я на этой карте. Игра. Почему ты такая неочевидная? Почему с тобой вечно такие проблемы? Так, это что там такое? Помоги, помоги мне. Помоги мне, папа, пожалуйста. А, ну все еще нас кроет, понятно. То есть мы еще не в реальном мире. Папа, помоги. Ну, блин. Папа, где ты? Чарли? Держись, я иду. Вашу мать. Вашу мать. Да, блин, ты с своим молотом этим... Эх, лови. Так. А так тебя убить можно будет? Да, блин, от нее же хрена вернешься. У воротов нету персонажа просто. Сейчас по методу Dark Souls мы тебя будем закручивать. А потом, когда ты нанесешь удар свой медленный, мы тебя потихоньку пощипаем. Давай. Ой, ой, отступай, отступай, Мерфи. Ну что ж ты делаешь, а? Так, лечимся. Лови подарок. Так, валим. Здоровья нет. Это печально. Добрый день. У меня единственный выход только так с ним драться. У меня со следующего удара просто убьет. Ой, бежим. Ой, бежим, 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 бежим. Это офигеть. Да чего же неудобно тут драться. Ёлы-палы. Вот тут не помешало бы кнопку ворота. Хотя бы я не прошу такую, как Вални... Ой, Dark Souls. Как Валнивэй кидайте. Там она была примитивная, но позволяла хоть как-то уворачиваться от ударов. Здесь же вообще он просто как танк ходит. И развернуться ему это натурально занимает секунды две. Сейчас нам придется опять смотреть загрузку. Секунд сорок. Давайте я опять выключу записи пока. Так, все, продолжаем. Ну, короче говоря, я понял, как его бить. Самое главное сейчас просто не лажать. Кинул, отбежал. Подождал, пока он наносит новый удар. Короче, швырять в него все надо. Чарли, Чарли. Этот бугимэн, насколько я понимаю, это груз вины Мерфи, который материализовался в данном мире. Другого объяснения у меня просто нет. Так, давай. Все, теперь... Да ну, как же я не уворачиваюсь? Я вообще в другую сторону побежал. Скотина. Беги, афиги, беги. Офиги. Ну да. Дайте. Ты посмотри. Давай, отойди, а тут там мое оружие все лежит. Так, ладно. Вон еще, там можно будет взять и что. А, вот еще лежало, понятно. Я думаю, в этот раз нас сейчас... Да, блин, ну как вы посмотрите, что творится? Это просто читерство. Я по-другому не могу это назвать. Но это читерство в другую сторону. Ну, то есть это против меня настроено. А не за меня. Что, нравится? Ой-ой-ой. А, я думал, тебя добивать надо. Все, Мерфи уже практически готов. Давай, Мерфи. Только на скорость вся надежда. Лови. Хватай. Ой, я сейчас огребу. У него удары такие, замах, что... Я не знаю. Давай. Ну, блин, делай уже что-нибудь. Сейчас пока начну замах, он уже успеет замахнуться и убить меня просто. Посмотрите. Так, тихо. Жизни вообще нет. Видите? Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Да ты посмотри, он что, прекратил эту штуку делать, что ли? Лови. Это, кстати, очень неплохо снимает жизнь с него. Нравится? Да, блин, ну почему это меня-то бьет? Так, хорошо. Вот так мы поступаем с грузом ответственности. Блин, это было очень неудобно. Это было просто крайне неудобно. Ну что же у тебя с лицом-то? А лицо у тебя... Твоё же. Да? Ты убил его. Ты убил бабайку. А ты живой. Да не важно уже. Тебя не вернёт это. Ничто не вернёт тебя. Это не твоя вина. Так это Чарли. А я думал, это тот ребёнок. Прости меня. Свобода. Да, ну что ж, это было насыщенно и напряжённо. Я не могу сказать, что мне это... Многие там подумают по моим комментариям, что для меня мучение играть в эту игру. Я получаю от неё большое удовольствие. Несмотря на корявую боёвку и странность некоторых моментов, это всё равно, по-моему, прекрасная игра. То есть, если бы игра мне не нравилась, я бы как и в Afraid of Monsters, я её просто забросил бы к едрине фене. Ой, блин, Мёрфи, какой же ты покоцан весь. Так, ключ от лодки. Нам осталось, похоже, до лодки добраться. Да, там ещё, ну, серии 3. А так мы уже близки к завершению, я так понимаю, что ли. Но я не думаю, что в ближайшее время мы пойдём к этой лодке. Мы пойдём по сайт-квестам, которые меня просили выпустить. Короче говоря, прекрасная игра. Несмотря на шероховатости, несмотря на то, что она не доведена до ума, но всё равно, это, по-моему, довольно-таки хорошо. Как бы там ни было, давайте на этом прервёмся. Увидимся в следующей серии. Я так понимаю, что доступ с монастырём мы покончили. Доступ в открытый мир у нас открыт. Открыт и открыт. Масло масляное. Короче говоря, пойдём в следующей серии, если нам дадут, конечно же, по сайт-квестам. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»